всем привет дорогие подписчики и гости моего канала сегодня мы снова с олегом хотим показать вам еще одну планировку еще одного замечательного дома привет олег ребят всем привет мы находимся на строительной площадке нашей строительной компании где мы возводим сразу 35 новых домов как называется ваша компания наша компания называется regional homes вера ты сейчас это должна была добавить картинку сюда уже сделал спасибо спасибо я тебе не сомневался мы строим много классных домов в апстейте южной каролины и вот это один из моих любимых планов за моей спиной называется p400 в нем 4 спальни в нем огромнейший open space открытая планировка в нем три санузла и в нем ну много всего такого шикарного что меня не оставляет просто равнодушным это один из моих любимых домов вот которые мы строим ну что чем нас удивит вот дом а чем у нас удивит перед тем как мы будем удивляться этому дому смотри посмотрите вот по бокам посмотрите на землю что вообще вы видите это жидкий газон который мы покрыли backyard front yard то есть все вот эти дома у них они закрываются через несколько некоторые через несколько дней уже некоторые через несколько там через неделю жидкий газон мы смешиваем семена мы смешиваем специальный клей и специальное удобрение такое нас огромная машина специальная которая кучу денег стоит и она разброс брызгивает распыляет это на территории и потом благодаря тому что это все так воедино собрано семена не рассеиваются их ветер не сдувает они сразу же удобренные удобрены и удобренные удобряются сразу и равномерно вырастают через я думаю несколько недель мы с тобой сюда вера приедем потому что еще много домов здесь закрываться и мы посмотрим какой результат как ты смотришь на этот счет очень интересно выйти сначала вот таком виде а потом приезжай раз газон раз газон да это классно потому что есть другие виды газонов но бывает такое что газон не зеленый бывает такое что то газон с проплешинами, то есть, как бы, это классная технология, которая, в принципе, пользуется популярностью, ну, по крайней мере, в нашей эре. Возвращаемся, возвращаемся к дому, посмотрите, какой он классный, очень симпатичный, камень, сайдинг, серого цвета, такого, какой это цвет? Я бы сказала, он какой-то молочный. Молочный такой, как это молоко называется? Топленое. Топленое молоко, вот, топленое молоко, нежный, нежный дом, спокойная тона. Так его и назовем, нежный дом. Нежный дом, точно. 2200 square feet, площадь, тоже, опять же, в квадратный метр мы это конвертируем. Я в Вере не сомневаюсь ни разу. И, ну, как бы, фасад лично мне очень нравится. Лично мне нравится, хотя, конечно, я фасад более темных, фанат более темных фасадов. А мне вот этот нравится вариант даже больше. Видишь, потому что... Этот мы снимали недавно. Да, этот был уже на канале. Итак, здесь длиннючий driveway, гараж на две машины, то есть, тут спокойно у вас поместится, ну, машин, я думаю, 7. И там спокойно станет, если вы любите большие вечеринки. Потому что я бы назвал этот дом для людей, которые любят устраивать вечеринки. И вы сейчас поймете, почему. Какая цена этого дома? 430 тысяч на стоке цена такого дома. Но мы можем сделать еще, добавить еще один гараж. То есть, тут уже будет три гаража. Эта планировка позволяет добавить еще один гараж. И здесь, помимо четырех спален, есть еще офис. То есть, если мы берем, увеличиваем, добавляем третий гараж сюда, то так же самое мы берем и офис продлеваем, и из него получается полноценная комната. То есть, у вас тогда получится 5, 5-комнатный дом. Но в этом доме 4 спальни и 3 санузла, и один еще офис. Бонус. Хорошо, пойдем смотреть. Пойдем. Здесь уже, видите, посадили растения. Все удобрено. Все красиво сделано. Двери. Двери тоже не оставляют равнодушными. Кстати, я помню, мы когда сюда приезжали, здесь еще все было рыжее. Здесь ездили машинки строительные. Теперь здесь все не рыжее, а такое зеленоватое. Вот этого не было. Ландшафтного дизайна вот этих моментов, кустиков еще не было. И сюда мы еще не заходили, в этот дом. И вот сейчас мы посмотрим, что внутри. Дверь красивая, широкая. Мне такие двери очень нравятся, как я тебе скажу. И давайте посмотрим, что же есть там внутри. По традиции, ты забыл. По традиции. Спасибо, Вера, это будет наша традиция. Давайте только так. У нас традиция будет звенеть, а вы поставите лайк, если вы по традиции еще не поставили, Вера. Да, и можете свои колокольчики там нажимать. О, это даже лучше, да. Итак, мы звоним здесь, вы ставите у себя. Давайте договорились насчет Веры. Раз, два, три. Все, колокол есть. Зафиксировано. Зафиксировано. Итак, мы сразу уже попадаем в широченный коридор. Вот вы видите, то есть ширина коридора. Вот метр восемьдесят два. То есть тут около, ну, два сорок, наверное, ширина коридора. Очень широко. Здесь нету вот этого, знаешь, когда ты заходишь, и такое узкое пространство, и оно тебе давит. Потолок тоже высоченный. Потолок девять фит вот в коридоре. Там дальше десять фит. То есть это метры тоже можно будет перевести. Не хочу тебе работы закидывать, чтобы ты там с калькулятором сидела и считала. Ну, реально, как бы, очень классно. Мне очень нравится вот этот дом. Те, что ты заходишь, и ты сразу попадаешь в такую, ну, шикарный, широкий коридор. Вера, что ты скажешь? Да. Сразу чувствуешь себя как в более таком пространстве большом. Я себя чувствую сразу каким-то господином. Да. Дворянином. Да, тебе немного надо. В широких коридоре я господин. Так немного надо для счастья. Окей. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. С этой стороны при входе сразу у нас идет шкафчик для верхней одежды, что очень важно для наших людей. Да, Вера? Наши люди обязательно должны это снять сразу. И идет у нас здесь первая спальня. Она огромная. Это не мастер-бедрум. Это просто спальня. Посмотрите, какая она большая. Я уже еле Веру вижу. Она где-то далеко-далеко от меня. Я не знаю, видит ли меня Вера. Она очень большая. Здесь много места. Огромные окна. И есть обязательно шкаф встроенный. Очень мне нравится цвет, который люди винила выбрали. Посмотрите. Можно выбирать, да? Обязательно. Когда вы покупаете Original Foams, вы выбираете массу разных опций. Вы выбираете Counter-Tab, вы выбираете Backsplash, выбираете плитку в ванной, выбираете вообще, что у вас там будет в ванной. Какая будет у вас напольное покрытие. Кучу всего выбираете. Реально. Вот эти ручки, их цвет. Ну, короче, я сейчас начну рассказывать все, что вы выбираете. Видео затянется. Мы у вас в офисе снимем все ваши материалы. Да, договорились. Кстати, насчет офиса. Давай, если сколько это видео должно набрать, чтобы все-таки мы в офис поехали, Вера? Ну, пусть 500 лайков уже наберите. Ребята, многого не просим. Ну, давайте 500 лайков, пожалуйста, поставьте, и мы уже поедем в офис. Потому что, ну, это будет интересно. Да. Идем дальше. Здесь у нас, здесь у нас еще одна шкафчик, или как это назвать, Вера? Плодовка, да. Плодовка, плодовка. И еще одна спальня. То есть, с этой стороны у нас две спальни. Эта спальня немножко поменьше. Ее можно сделать гостевой. Ее можно сделать еще одним офисом, если вы хотите. Но, ну, как бы она реально нормальных размеров. Для одного человека, если это ребенок, это с головой. Как по мне. Сто процентов. Сто процентов. Вид там неплохой. Давай посмотрим, какой вид красивый. Далеко, опять же, расстояние до следующего. Дома. Дом расположен на колдисаке, то есть, на этом кругу. Закругление, как вот мы все видели в американских фильмах. Это классно. Это значит, что мимо вас не будет много машин ездить. Так, отлично. Здесь, значит, две комнаты детские. И у них свой туалет. И обязательно в этом же крыле у них свой есть санузел. Ванная, парцевая поверхность, умывальник, туалет. Мягкое закрытие обязательно. Все как надо в Original Homes. Идем дальше. Теперь перенесемся вот в это крыло от входа, в левую его сторону. Здесь еще один, обратите внимание, здесь еще один шкаф. Он большой. Опять же, говорю, друзья, вы поймете, почему дальше этот дом для людей, которые будут делать какие-то вечеринки, которые будут собираться с друзьями большим количеством. Поэтому шкафчики лишними не будут. Кстати, очень удобно. Тут можно для взрослых вещей, а здесь для детских. Идеально, Вера. Мало одного шкафчика, дайте вам два. Дизайнерские у тебя. Дайте два. И это у нас что? Это то, что люди часто спрашивают. Это гостевой туалет. Гостевой туалет, чтобы когда к вам пришли люди, много их пришло. Гостевой туалет, пожалуйста, не надо ходить к нам. Заходите сюда. Очень удобно. И здесь у нас сразу же с этой стороны еще есть гараж. Гараж на две машины. Он тоже большой. Автоматические оборота. Здесь большой бойлер идет. Если вы видите, он гораздо больше тех предыдущих. Потому что, как я сказал, это дом для большой семьи, скорее всего. Там выход на крышу. Дет есть. Обязательно. И, слушай, я тут это начал замечать. Я смотрю обзоры других компаний. Почти у всех вот это вот все не покрашено. Просто у них идет гипс, швы такие. И, в общем, оно не покрашено. У нас вообще даже в самом простом доме это всегда будет все покрашено, все сделано. Это большой плюс. Но у некоторых, к сожалению, ты покупаешь дом, и еще ты должен взять на несколько недель, хотя бы на неделю отпуск и начинать заниматься ремонтом. Это, конечно, такое себе. И теперь посмотрите, куда мы попадаем. Просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите на это. Как тут много места, ребята. О, вот это Царь Айланд. Это не то, чтобы Царь. Я бы назвал это Гренландия. Ну, ничего себе. Там можно еще комнату под низом сделать. Это просто огроменный остров. Люди его попросили по заказу, потому что обычно в таких домах он идет меньшего размера. Что же они будут с ним делать? Я не знаю. Я думаю, что это для больших компаний. Здесь, вероятно, будет стол. Может быть, взрослые или детки будут кушать. А вот здесь, под этой люстрой, будет еще один стол. И уже будут взрослые кушать. Скорее всего, здесь будет реально много людей собираться. Потому что другого я объяснения не могу найти. Вот такие светильники. Слушай, а как его мыть? Я же даже можно до середины не достать. Ну, это надо залазить, наверное. Это шоу можно делать. Да-да-да. Здесь еще комната для хозяйки. Вместительная, куда можно сложить все, что необходимо вам. Ух, мне симпатично. Мне белый цвет, честно вам скажу, заходит. Я знаю, Вера, ты не очень любительница белая. Я люблю белый. Но с какими-то бэксплэш другого цвета, например. Хорошо. Айлен другого цвета. Ну, что-то одно другого цвета. Вот что я люблю. Я люблю, когда вытяжка есть. Вот это вообще. Вытяжка, посмотрите, какая шикарная. И, Вера, всегда неинтересно, что там внутри вытяжки. Я уже заметил. Я должна ее полностью показать, так как это роскошь. Это не в каждом доме. Да-да. Классная вытяжка, классная панель. Ну, как бы, мне кажется, что хозяйке, конечно, на такой кухне приятно находиться, приятно работать. Ну, это про уют. Мы строим вот, чтобы хозяйки радовались, чтобы они радовались, находясь здесь. Ну, это вообще, конечно. Это, конечно, скажи, всяких я домов видела, но такой я этот еще не видела в острове. Интересно. Я думала, меня уже нельзя удивить. Да, Вера, видишь? Век живи, век удивляйся. А здесь, с этой стороны, у нас лавенерия. И посмотрите, ну, что бросается в глаза. Давайте про лавенерия. Мне вентилятор. Вентилятор тебе бросается в глаза. Вентилятор. Смотри, три двери больших, три двери купе, которые открываются. То есть, и у тебя такой эффект продолжения, знаешь, что это, как бы, этой стены, она как будто бы меньше. А мы еще туда пойдем. Мы еще туда пойдем, но не сейчас. Эх, заинфиговал. Да. Огромный большой камин. Сюда у нас монтируется телевизор. Для него все есть. Здесь ставится обязательно диван. Несколько может быть, потому что места реально много. И высота 10 фит. Я не знаю, мне так нравится здесь. Мне так тут легко дышать. Что бы я сделала? Ну, это такая мелочь, которая уже, вот, если бы это был мой дом. Так. Вот этот камин я бы сделала посередине, а по бокам, чтобы можно было сделать полки такие, знаешь, деревянный, не деревянный, неважно. Какие-то просто вот bookshelves. Ну, вот чем-то люди решили именно все-таки камин не делать симметрично вот этой стене, а решили все-таки его немножечко не смещать в ту сторону. Я думаю, это связано с тем, что если ты его сместишь, то и телевизор у тебя немножко в ту сторону уйдет, как бы. А так ты же будешь сидеть с этой стороны в том числе, и тоже слишком. Но это все моменты, которые решаются. Да, это мелочь. Ну что, пойдем в мастер-бедрум? Пойдем сразу в мастер-бедрум. Смотри, какая огромная мастер-бедрум тоже. Огромная. И смотри, что здесь тоже есть. Здесь тоже есть такая купе-дверь. И тоже ты можешь выходить на порч. Может, мы уже сейчас выйдем? Ну, пойдем уже, раз уж на это. Пойдем, выйдем. Посмотрите, какое тут огромное крыльцо. Я думаю, может, ты и большего крыльца и не видел. Да, мне вот интересно, как это все выглядит с этой стороны, все эти двери. Посмотрите, оно огромное крыльцо какое. Я в шоке, если честно. Тут можно такую летнюю кухню поставить. Да, здесь можно на секции вообще разделить, знаешь. И просто, ну, тут очень много. Это бетонная площадка у вас есть. Здесь поставили специальные сетки там, если хотите, антимоскитные. Еще какие-то... Можно жить, тут можно спать. Не знаю, сдавать можно в аренду еще этот порч. Слушай, ну, за 430 тысяч это... Это пушка. А посмотри, какой задний двор большой. Это пушка-ракета. Это пушка-петарда. Да, это просто класс. Это просто, ну, мне этот дом прям заходит, и мне здесь дышится классно вот в этом subdivision. Здесь так чувствуешь себя private, потому что соседей не видно, ну, практически. Тут вообще можно как-то застелить чем-то. Да, это очень удачный дом. Я считаю, вот в этом subdivision это будет самый лучший вообще дом. Ну да, если честно, вот этот мне больше всего понравился. Вера, значит, у нас вкусы совпадают насчет недвижимости. Идем дальше. Мастер-бедрум, басрум, опять же, дверь-купе. Как ты к этому относишься? Это мои любимые двери. Я не знаю, как они практичные, как изоляция работает. Мне они нравятся. Но тебе они нравятся. Идем посмотрим, что здесь у них есть у этих людей. Очень классная ванная комната. Во-первых, здесь есть ванная. Я на своем канале снимал. А говорю, здесь может даже для двух человек. Мне кто-то написал, что, зная, как люди кушают в Америке, тут уже один не поместится. Да, ты снялся языка. Тут люди немножко другой комплекции. Я здесь немножечко недо. Вера, ты и я тоже. Мы не вписываемся, да? Ну, на самом деле, мне нравится вот цвет этой сантехники. Она такая, чуть-чуть с золотом, как брашникель или что-то такое. Реально классно. Здорово выглядит. Также здесь есть туалет, который загорожен дверью. Ну, с окошком. С окошком. То есть вы можете соседу привет передать, если что. Два умывальника. Зеркало. Все тоже вот в таком цвете. Симпатичном. Обязательно, как я говорил, у нас везде есть автодомодчики. Это важно. И с этой стороны еще, посмотрите, есть у нас душевая кабина. То есть если вы хотите ванную, ванную, хотите душевую кабину, пожалуйста, душ. То есть это уже все. Вот, в эту сторону. Это уже все, как вы хотите. Хорошо, что вот эти все сочетаются между собой. Ну, конечно. Это люди выбирают при покупке дома, какой цвет они хотят. Черный, белый, золотой. Это дорого-богато. Дорого-богато. Да, это мы тоже делаем за отдельную доплату. То есть у вас тут не поддон, у вас тут за сплитки, и оно так все уходит. Все это мы делаем, все для наших людей, для наших клиентов. Так, это гардероб. Гардероб. Большой. Ой, это... Ага. Да. На двоих хватит. Для обуви, для сумок. Место. А, для обуви вот внизу полочка. Для обуви полочка. Все продумано, Вер. Все продумано у этих ребят. И, казалось бы, мы уже ходим по этому дому. Ходим, снимаем, снимаем, но это еще не все. Потому что у нас еще целое крыло, и мы много что с собой еще не посмотрели в этом доме. Этот дом не закончится никогда. Этот дом никогда не закончится. Итак, смотри, как здесь интересно спланировано. В том крыле у нас, получается, детские две. Пусть это будет так, да. Здесь у нас, в этом крыле, мастер-бедрум будет. И в другом крыле у нас еще есть спальня. И в нем также у нас есть офис и ландри. Знаешь что, у меня бы там был домик для собак. Для собаки моей. Домик для собак. Интересное решение, да. У тебя собака есть? Да, пузель. Вау, круто. Настоящий. Круто-круто. Не американский. Вот наши люди живут, я не знал. Окей, погнали, посмотрим. Итак, здесь у нас четвертая спальня. Ой, четвертая спальня, это ландри. Спальня там. Это у нас ландри. Здесь у нас место для сушилки, для машинки. И здесь у нас еще одна мойка есть. Пожалуйста. Это все необходимое, я думаю, для каждой хозяйки. Эти шкафчики, полочки, это то, куда вы что-то обязательно положите. Потому что часто в ландри становится такой комнатой хаоса, где все вот так. И здесь этого не должно быть. Сколько, говоришь, 430, да? А скверфитом здесь сколько? 2,200. Так, давай, а если посчитать, сколько это за скверфит получится? Это 190, мне кажется, где-то. Да, сейчас калькулятор. То есть цена дома примерно до 200 долларов за скверфит выходит. Это с землей. Участки полуакро. Этот участок, насколько я помню, он 0,6, почти 0,7 может даже акро. То есть большие участки. Идем дальше. Это офис. Здесь использованы хорошие материалы и дорогие. Здесь использованы хорошие материалы. Здесь ровные стены, здесь качественно построены. То есть это офис. Здесь у нас розетка. Здесь ставится, скорее всего, на всю высоту стол, компьютер. И вы спокойно работаете, вас никто не беспокоит. То есть это удобно. Если люди доплачивают, и где-то 470 тысяч будет строить дом, то мы там добавляем гараж еще один. И вот этот офис, он удлиняется и превращается в еще одну полноценную комнату. То есть за 470 тысяч вы получаете на один гараж больше и фактически еще одну комнату. Об этом стоит подумать. Но сейчас такого дома готового у нас нет. А вы можете заказать. Обязательно. И мы это построим, и в этом году вы уже будете дружить. И еще одна четвертая спальня. Она тоже большая. В ней есть место. В ней уже, конечно, не выходит на порч дверь. Но опять же, за ваши деньги это можно добавить. Слушай, я сказала, а Дирхор там, например, такого дома, за какую цену вы не найдете? Ну, мы не будем, знаешь, обсуждать конкурентов. Но мы стараемся делать качественно. Кто-то может говорить, что 200 долларов за Скорфит это там дорого. Ну, я не знаю, как бы. Смотря за что. То есть еще плюс земля. Конечно же плюс земля. Фишка в чем? Когда люди покупают, например, BMW или покупают там Lado, то это тоже разная цена. Но никто из людей, они не возмущаются, почему там BMW так дорого. Потому что люди, как бы, понимают разницу. Вот. Наша задача делать так, чтобы люди приходили, смотрели, и у них не было вопросов, как бы, почему. Знаешь, за цену говорит продажа. Что нет отбой от клиентов, нет пустых домов. Поэтому дорого или недорого, это не важно. Но я на самом деле не думаю, что это дорого, как бы. Просто это соответственно... Это недорого. По оценкам вообще в Южной корне, в других штатах, это отличная цена. Итак, друзья, если вас заинтересовал такой дом с четырьмя спальнями, с большим гаражом, с огромным участком, у нас еще есть свободные латы. Здесь, в этом сабдивижене, у нас есть еще самые разные планы. Позвоните, пожалуйста, нам по этому номеру телефона и переходите на наш сайт, и мы сделаем максимум для того, чтобы вы нашли свой дом в Южной Каролине. Мы строим для вас. Ставьте ваши 500 лайков, пишите комментарии. А мы поехали снимать следующий дом. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!